МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако и в прошлом году этот показатель не сильно отличался. Впрочем, в отдельных регионах он значительно выше. Рейтинг по урожайности возглавляют Житковичские и Наравлянские районы, где с каждого гектара собрались выше 17 центнеров. Одновременно с РАПСом хозяйства региона начали уборку зерновых. В период между дождями успели намолотить около 50 тысяч тонн. Наиболее активно работы ведутся в южной зоне области. Там убираются в основном пшеницы, в первую очередь. Уже около 11% пшеницы убрано. Затем идет рожь, критикали, после этого остальные культуры. Зерно, которое созрело, оно осыпается. Вот в этом большая проблема. Плюс дожди идут с ветрами, с порывистыми ветрами. Соответственно, наблюдается полегание площадей зерновых. То тоже нет, отрицательно воздействует на уборку. В агрокомбинат Южный начать уборочную решили в соответствии с народными традициями и проведением праздника зажинки. Реализовать запланированное помешал дождь. Практически с середины недели комбены оставались на мехдворе. Механизаторы такому вынужденному отдыху явно не обрадовались. От объемов намолоченного зависит их зарплата. Проводить какие-то ремонтные работы тоже нет необходимости. К уборочной в хозяйстве готовились серьезно. Техника готова у нас на 100%. Вся отечественного производства погода подвела немножко. Но я думаю, справимся. И для уборочной кампании нам нужно хотя бы где-то недельки-три. Пока средняя урожайность зерновых на Гомельщине около 23 центнеров с гектара. Не слишком много, хотя и больше, чем было на это время в прошлом году. В некоторых районах намолачивают и по 27 центнеров. В некоторых пока значительно меньше. Каким будет конечный результат, не прогнозирует никто. Кроме того, продолжительная жара, похоже, не самым лучшим образом отразится на урожайности овощей и картофеля. В некоторые периоды его рост вообще практически прекращался. Овощи тоже напряженная ситуация, поскольку овощи требуют полива. И большое количество осадков – это хорошо. Но жара и засуха – это негативно. Соответственно, развитие их тоже было приторможено. Как и картофеля, в принципе. Поскольку картофель – это культура, которая любит умеренные температуры. И при температурах больше 25 градусов приостанавливается его развитие. А после уже к 30 градусам вообще не образуются корнеплоды. В сельскохозяйственном производственном кооперативе «50 лет октября» нынешнее состояние погоды характеризует, пожалуй, наиболее объективным. Влаги нет и погоды нет. Дело в том, что проходящие дожди не насыщают землю достаточным количеством влаги, но в то же время не позволяют выйти на поля комбайном. Солнечные дни становятся главным желанием аграриев. Надо такая ситуация, чтобы влага появилась, интенсивный дождь, чтобы влага хотя появилась на глубине хотя бы 20 сантиметров, и установилась погода. И мы очень организованно завершим уборку, потому что в настоящее время у нас 30 процентов, это высший процент в районе. Комбайнов достаточно, комбайны работают надежно, механизаторы тоже работают надежно. Впрочем, полностью остановить работу в хозяйствах не может даже дождливая погода. Поля, где еще недавно рос рапс, начали готовить к озимому севу. Его проведут где-то в начале сентября. Это достаточно большие площади, в целом по области без малого 50 тысяч гектаров. Еще одна задача – заготовка кормов. Здесь можно вспомнить семинар, который прошел на Гомельщине еще в начале мая. Тогда участникам показали заготовку кормов из озимых зерновых и крестоцветных культур, посеянных полостным способом. Его суть в том, что на одном поле одновременно выращиваются различные культуры. В данном случае демонстрировали сурепицу и рожь. Хороший урожай и такое сочетание дает даже на песчаных почвах. Но, что еще более важно, свежие корма можно получить при любой погоде. Кроме того, по словам ученых, их применение позволяет на 20% увеличить надои и способствует укреплению здоровья животных. Нельзя сказать, что для Беларуси это ноу-хау. Однако в нашем регионе такие технологии широкого распространения пока еще не получили. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова